Приветствую глубоко уважаемые президиум, глубоко уважаемые коллеги, спасибо за возможность выступить перед вами. Разрешите представить вам доклад на тему особенности введения больных герминогенными опухолями яичка. В первую очередь, позвольте немного обобщить и напомнить о том, что же такое герминогенные опухоли. Это гетерогенная группа новообразований, которые развиваются из клеток, участвующих в формировании половых желез и процессах гематогенеза. Герминогенные опухоли составляют 1,5% среди злокачественных наобразований у мужчин, и среди этих новообразований более 90% новообразований яичка. И также 2-3% новообразований среди женщин. Теологическими факторами являются наследственность, гиперэстрогения, такие факторы, которые приводят к атрофии яичка, крипторхизм, травмы, этиопатическая атрофия и инфекционные заболевания. По клиническим проявлениям, с вашего позволения, я разделила на наиболее часто это герминогенные опухоли яичка и опухоли других локализаций. Из клинических проявлений общие симптомы, слабость, снижение веса, отсутствие аппетита. Что касается именно локализации по яичку, это увеличение его в размерах, боли в мошонке, увеличение регионарных лимфатических узлов. При локализации опухоли, к примеру, в забрешенном пространстве может быть боль в животе, нарушение стула, мочи и спускания, отеки конечностей. Также при поражении головного мозга, головные боли, расстройство движений глазных яблок, тошнота, рвота, вплоть до развития судорожных проявлений. Обязательные диагностические критерии, это всегда забор крови на опухолевые маркеры, такие как альфа-фетопротеин, бета-ХГЧ и ЛДГ. Также выполнение компьютерной томографии органов грудной и брюшной полости, либо УЗИ в выполнении рентгенографии, в зависимости от возможности вашего учреждения, для определения степени распространенности данного заболевания. При наличии неврологической симптоматики выполняется МРТ головного мозга, и хотелось бы оговорить о том, что предпочтительно выполнение данных исследований с внутривенным контрастированием. Также выполняется оргфуникулоктомия, она выполняется как с лечебной, так и с диагностической целью. По клинической классификации герминогенная опухоль разделяется на семеномные и несеменомные. Семеномы – это по морфологическому типу, то есть стопроцентная чистая семенома, и несеменомы – это опухоли, содержащие любой несеменомный вариант, также чистые семеномы, но с повышением альфа-фетопротеина. Для выработки индивидуального плана учитывается классификация ТНМ и классификация метастатических герминогенных опухолей Международной объединенной группы по герминогенным опухолям. На данном слайде представлены так схематично, собственно говоря, стадии заболевания, и стоит еще раз отметить о том, что для герминогенных опухолей четвертая стадия заболевания не предусмотрена, всего три стадии. По метастатическим герминогенным опухолям они разделяются на семеномы и несеменомы, и разделяются по прогнозам в зависимости от локализации, собственно говоря, первичной опухоли и наличия висцеральных метастазов, легочных или нелегочных, также от уровня повышения маркера. Стоит отметить о том, что для семеном варианта плохого прогноза не предусмотрено. Пятилетняя выживаемость для герминогенных опухолей хорошего прогноза составляет 92%, для промежуточного прогноза 80% и для плохого прогноза 48%. Обязательно стоит отметить характеристику герминогенных опухолей, так как они отличаются крайне высокой чувствительностью к химиотерапии, частота полной регрессии составляет вплоть до 85%, низкая частота мутаций и сохраняются в опухолевых клетках активные механизмы апоптоза. По рекомендациям русской, и не только русской, и международным рекомендациям, есть стандарты лечения и ведения, собственно говоря, герминогенных опухолей. Они представлены в общем доступе для всех врачей, которые занимаются лечением герминогенных опухолей. По принципам химиотерапии, начало химиотерапии должно начинаться строго на 22-й день. Оценка динамики снижения опухолевых маркеров также должна назначаться и определяться перед началом каждого цикла. Замена препаратов в лечении герминогенных опухолей ни в коем случае не допустима. Также допустимо проведение химиотерапии по жизненным показаниям без морфологической верификации, основываясь только на опухолевые маркеры. Введение ГКСФ только по показаниям ввиду длительной нейтропении менее 0,5 более 3-4 дней. И также проведение лечения пациентов больных герминогенными опухолей должно проводиться исключительно в специализированных центрах, то есть онкологических центрах, диспансерах, больницах, где имеют опыт введения таких пациентов. Разрешите вам представить клинический случай герминогенной опухоли яичка. История берет свое начало в 2016 году, на тот момент пациенту было 22 года. Он предъявлял жалобы на увеличение, собственно говоря, яичка. И началось обследование, выявили повышение опухолевых маркеров. И, собственно говоря, выполнили компьютерную томографию и МРТ головного мозга. 16 января 2016 года выявлены множественные метастазы в головном мозге, печени, легких и почках. 22 января выполнена фуникулэктомия, и параллельно с этим появляется неврологическая симптоматика в виде головных болей, нарушения зрения. Собственно говоря, уровень маркеров в этот период составляет альфа-фетопротеин 37, ЛДГ-1202 и бета-ХГЧ более 650 тысяч единиц. По патоморфологическому исследованию был выставлен диагноз незрелой тератомы. И, собственно говоря, учитывая лабораторные признаки метода лучевой диагностики, выявлен диагноз. Герминогенная несеменомная опухоль правого яичка ПТ2Н2М1БС3 третьей цистадии. Группа неблагоприятного прогноза с метастазы в лобной и затылочной долях головного мозга, легких печени, почках, мезентериальных лимфатических узлах. На ваш взгляд, какая тактика введения данного пациента? Проведение химиотерапии по схеме БЭП, удавление метастазов головного мозга, либо химиотерапия с хирургическим лечением, или отпустить на симптоматическую терапию? Следующий вопрос. Спасибо. Неврологическая симптоматика проводится лучевая терапия, либо хирургическое лечение в виде метастазоктомии, если это возможно из головного мозга. Значит, это первый цикл химиотерапии, и параллельно с этим усугубляется неврологическая симптоматика, присоединяется судорожный синдром, пациент не чувствует нижней конечности, выявлен ПТОС слева. Несмотря на то, что состояние пациента ухудшается, мы продолжаем химиотерапию в условиях отделения реанимации. На данном слайде представлен уровень поражения, собственно говоря, головного мозга, вот с такой картиной мы начали его лечить. 2 февраля выполнено удаление метастаза левой лобной доли и аутокраниопластика. Суммарно проведено 4 цикла химиотерапии по схеме БЭП, однако нормализация маркеров не была достигнута, вплоть до повышения маркера уровень бета-ХГЧ составлял более 1 миллиона. В связи с чем выполнена вторая линия химиотерапии по схеме ТИП в объеме 4 циклах, и, собственно говоря, достигнут частичный регресс и суммарно от июля снимки МРТ головного мозга. На данном слайде вы видите динамику о том, что также частичный регресс достигнут в легких, в почке. Что же делать дальше с этим пациентом? В принципе, нормализация опухолевых маркеров была достигнута, достигнут частичный регресс, в связи с чем мы решили выполнить метастаз эктомии справа легкого, для того, чтобы определить уровень жизнеспособности клеток, находящихся, собственно говоря, в этих метастазах. Так мы и сделали, опухолевые клетки не были обнаружены. Та же самая ситуация была проведена с метастазами в почке, выполнена резекция почки, опухолевые клетки также не были обнаружены. Принято решение о том, чтобы оставить человека под динамическим наблюдением и не проводить более никакого лечения. На данный момент 23 месяца пациент находится под динамическим наблюдением и, собственно говоря, живет здравствует в сентябре, снимки, все благополучно, без метастазов, опухолевые маркеры в норме. В заключении хотела сказать о том, что обязательно соблюдение международных рекомендаций, сейчас существуют стандарты, они общедоступны. И если всему этому, собственно говоря, соответствовать и делать так, как прописано, как правильно, то это обеспечивает излечение большинства больных. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.